Всем привет! Я Алена. И сегодня я гуляю по району Матрады. Это очень хороший район. Он считается спальным районом. Очень благополучным. Вот. Здесь очень много школ, садиков. Дома здесь в основном постройки готовы в 60-х, 70-х. Некоторые дома уже строились в 80-х. Более новые дома от застройщика Таннера. Они уже с 2000 года начинают здесь строить. Вот. Стоимость квартир, если в аренду, то приблизительно где-то от 1000 злотых, плюс коммунальные где-то 300 выйдут. И двухкомнатные начинаются где-то от полторы и плюс коммунальные. Всё зависит от постройки, от ремонта, от техники. Вот. Если аренда, то обязательно залог. Залог, как обычно, это одномесячная оплата. Что касается продажи квартир, то в основном здесь как бы от 5,5 до 6 тысяч злотых за квадратный метр. В среднем где-то так. Всё зависит от ремонта. Можно, конечно, и дешевле найти, но в основном такие квартиры здесь без ремонта. Я покажу вам, где находится галерия Теска, галерия Познань Плаза с торговыми магазинами. Это огромные такие торговые центры. И сейчас я нахожусь на Ронде Солидарнощи. Здесь такие дома, в основном такого светского типа. Но есть и более современные постройки, которые я буду гулять здесь, покажу вам. И вы уже будете смотреть, выбирать, рассматривать этот район. Для жизни это очень хороший район. Желаю приятного просмотра. Итак, это винограды. Вот я нахожусь сейчас на Ронде Солидарнощи. Здесь вот такие вот большие блоки стоят. Эти блоки где-то годов семидесятых. И вот я двигаюсь по направлению к... Называется Вихрово-Взгуже. И там есть ещё по правой стороне още для космонавтов. Вот такие вот тоже блоки. Да, вот это как раз здесь начинается още для космонавтов. Вот эти дома все строились в советские времена. Поэтому постройка будет и планировка квартир такая же, как строились у нас в Украине, в России дома. Квартиры очень маленькие. Коробочки такие стандартные. Есть где-то с балконом, где-то без балконов. Квартиры очень маленькие. 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 Продолжение следует... 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 вот здесь находится дом в котором сдаются квартиры в аренду то есть полностью отремонтированный дом который только под аренду на первом этаже находятся офисы а второй и третий этаж сдан по квартирам квартира очень уютные современным ремонтом соответственно там стиральной машинки холодильник все есть это ронда солидарности вот туда вот в правую сторону как раз прямо пошла дорога на до галерий пестка и познань платы здесь находится каста рама не видно в том что солнце светит вот еще раз так выглядит эта ронда сюда влево пошла аллея солидарности это ущедли под липами здесь дома шестидесятых семидесятых годов небольшие такие пятиэтажные дома но они ухоженные утеплены покрашены это ущедли славянские на улице мураво очень красивые домики но это домики ТБС то есть то вожиство буду в ланах спуэчных то есть это как бы даже не кооперативы они строились тогда когда не было еще такого понятия как права собственности и просто-напросто в этих домах квартиры как бы продаются за от стэмп на остальное то есть вы как бы платить часть каких-то денег допустим 30 процентов от стоимости остальное идет как аренда то есть в этих домах нет права собственности то есть по сути говоря вы квартиры не владеете это так сказать право пожизненной аренды то есть как бы считается как она ваша квартира но вы по сути говоря не можете продавать ее можете сдавать в аренду то есть как такового распоряжения нету ну и соответственно а вы должны платить где-то около тысячи злотых в месяц помимо того что вы ее купили за от стэмп на если вы даже где-то встретите стоимость квартиры такой в пределах там 70 тысяч злотых или там 80 а у будет очень красивая квартира то это скорее всего будет т.б.с. и это не является правой собственности да вот такие вот они красивые единственное что можно рассматривать это аренду квартиры в в этом доме но не покупку здесь у нас находится остановка трамвайная называется на под липами и вот она щедля под липами те дома находятся славянская 55 б и вот там вот наверху на самом верхнем этаже там есть такие две искусственные вороны это специально чтобы голуби не садились и не гадили на балконе ну вот так вот на кстати вот если вы обратите внимание то на многих балконах сидят такие вот искусственные вороны ну вот чашки вот пиздец какой-то Здесь как раз возле этого щедро есть остановка, бедронка, банк, и здесь еще находится отдел ужин дотранспортного, сейчас я вам точно скажу, как он называется. То есть, если вам надо будет поставить машину на учет, то это сюда надо приезжать. Ужин дотранспорт, выезжал охраны шредовиска и выезжал коммуникации. То есть, если штраф какой-то надо будет поменять номера на машине, то есть вам надо сюда. Вот это вот такое стеклянное здание. Которое прямо.